Всем привет! Доброе утро! Сегодня я с утра. Как вы думаете, чем буду завтракать? Нет, не просто творогом. Я сделаю сырники творожные. Достал творог деревенский. Сейчас его вилкой тщательно весь перемешаю. Добавлю манка 4 ложки, сахар 3-4 ложки, 2 яйца. Ну а в муке я буду формировать уже шарики и добавлять на разогретую сковородку эти шарики, обжаривать. Добавляю яйцо. Продолжаю все тщательно перемешивать. Теперь добавляем в манку сахар. Щепотку соли. И продолжаем опять перемешивать все это. В принципе, у меня уже все готово. Теперь я буду формировать шарики, добавлять их на сковородку и обжаривать. Вот какие красавчики у меня получились. Пойду девчонок будить завтраком угощать. Пришла Юля. Мы сели позавтракать. Вкусно? Вкусно. Я с ней. Ну и с Юлей говоришь, что вкусно. Из домашнего? Конечно, конечно. Для меня всегда наивысшая награда, когда жена говорит, что вкусно. Правда. Я вот делал вот эти, как вы написали, зразы цепеленая. Ей понравилось. Я прям такой, я не зря там выхотел на кухне. И сегодня сырники творожные. Они как-то спонтанно мне в голову-то пришли. Классно. Привет всем. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. Привезли Алису в школу. Юля ее повела. А мы потом, скорее всего, с Юлей вернемся домой. И сделаем обзор пылесоса. Ей пришел пылесос. Ну, такой робот, который ходит, все пылесосит везде. Да, пылесос, который пылесосит. Вот. И потом посмотрим, чем будем заниматься. Ну, Алису, конечно же, заберем со школы. А там видно будет. Не доехали мы до дома. Заехали в грузинский ресторан. У меня вот беляш, у Юли печенье, чай. В общем, двумя сырниками утром я сам себя не обманул. Юля предложила заехать попить кофе. Мы попили чай. И я съел такой огромный этот чебурек. Теперь-то я уж точно наелся. Сейчас поедем. Еще вкусняшку у меня съел. Еще вкусняшку у Юли съел. В общем, ну, как всегда, я такой, да. Я не буду, я не буду. Сам все съел. Ты уже прибавил конкретно. Прибавил, я уже 90 килограмм стал весить. На весы сегодня утром вставал. Так, едем домой. Юлия Владимировна будет делать обзор на пылесос. Ну, я вам, конечно, тоже немножко покажу. Пришли с Юлей домой. А распаковали вот такой славненький пылесос. Называется Юфи Бай Анки Робовак G10 Гибрид. Моделей на самом деле очень много разных. Ну, вот нам прислали вот именно вот такой пылесос. Ну, ребята, мое первое ощущение по нему, он, ну, реально очень крутой. По сравнению с теми пылесосами, которые у нас были, этот реально крутой. Он даже весит прям вот такой тяжеленький. Мы его включили, он так дует. Прям мощный. И верхняя рамка у него стекло. Вот, смотрите, мы его поставили уже на зарядку. Вот эта часть верхняя стеклянная. Он многофункциональный, то есть он и моет, и пылесосит. Вот так выглядит у него картридж. Вот так он открывается. Это мы уже пробовали, включали. Видите, он уже у нас напылесосил сколько. Сейчас мы ему обновляли ПО, то есть он очень умный. Зарядка. Вот, слышите, по-русски разговаривает с нами. Зарядка. Он очень умный. Я его подключил к общей Wi-Fi сети. Он работает с Яндекс.Станцией Алисой. Его вообще можно просто в умный дом, короче, встраиваешь. Домой приходишь, что-нибудь сказал там, Алиса, включи пылесос, он бах, побежит у тебя. И мы решили с Юлей, что наш дом в станице мы сделаем под умный дом. И туда запилим этот пылесос, поставим нашу Яндекс.Станцию, которая у нас есть. Вот. Купим туда эти лампочки, розетки, все купим. И, блин, будет круто вообще. Сейчас я вам покажу, как он работает. Рассыпались с Юлей корм. Хотим, чтобы он его наелся как следует. Показал нам свою мощь и прыть. Ну давай, рыбачок. Я его рыбак назвал, кстати. Надо точечный был режим, наверное, набрать. Точечный, давай включим, что мы паримся. О, о. Ну прилично он собирает. Да, хорошо. Синдепо походит в шоке, не понимает, что происходит. Что это за новый приятель? Она забыла, что у нее был подобный, который мы увезли папе в дом. Леш, ну хорошо он собирает, смотри. По-быстренькому сняли обзор на канал Ванильная Семья Пылесоса. Поэтому, если кому интересно более конкретно узнать об этом пылесосе, заходите на канал Ванильная Семья. Там будет полный обзор. Пылесос мне очень понравился. Единственный минус у него, один только единственный, через приложение нельзя им управлять, как обычным пылесосом с пульта. Ну, как старые, как у нас были. Но сам по себе он намного круче, умнее и мощнее тех пылесосов, которые у нас были. Ну а мы с Юляшкой тем временем гоним в школу за Алисой. И сейчас по пути я еще заеду в Ноев Ковчег, в ветклинику, где беру корм для Синди. Если кому интересно, да, мне реально помогает ее корм. Она его ест, а я меньше чихаю. Заметила, кстати, да? Да. Он реально помогает. Ну вот, заодно выскажу свой отзыв нашему хирургу, тому самому человеку, который нам продал этот корм. Так, я бегу за Алисой. Корм уже купил, сейчас в машину вернемся, я вам покажу, что за корм, уже показывал, рассказывал, но еще раз покажу. Мышка, привет, как дела? Отлично. Погнали? Да, сейчас. Погнали, мышок. Куда там опять снимаешь? Опять в ТикТок? Да. Так, смотрите. Вот такой корм. Новинка, революционное открытие. Пури на проплан значительно снижает количество аллергенов в кошачьей шерсти. Этот корм реально помогает. Реально. Испытал я его на себе. Сначала брал маленькую пачку, потом взял вот такую большую, огромную пачку и беру уже вторую такую пачку. То есть, Синди, у меня есть этот корм уже месяц точно, да, есть? Даже больше? Да, больше. Больше. Ты же стерилизовал только месяца, уже полтора-два. И все, и она у меня сразу на этот корм пересела. И она от всех других кормов отказалась. Ест только этот корм. Ей очень нравится. Ничего другого она не ест. Ребенок доволен. А хозяин, тем более у хозяина, это, аллергия прошла. Нормально. Недавно она у меня проявилась. Только когда я с ней поиграл очень сильно, активно. И потом этими руками я их не помыл, в глаз залез. У меня он воспалился. Ну и то, как бы, на следующий день все прошло. Вообще все нормально. Так что такие дела значительно снижают количество аллергенов. Мы вернулись домой. Юра сидит нас в машине, ждет. И мы с Алисой хотим подняться. Алисе надо срочно переодеться. Потому что мы собрались сегодня на вечер поехать в ТРК. В Красную площадь отдохнуть. Зашли домой. Рыбак встал на подставку. Вот очень грамотно сделано, что она стоит. Вот подставка, да. Под пылесосом. Пластиковая полностью. Объясню почему. Мы же ушли. Мы просто контейнер водой наполнили. И он пошел работать. Осталась там вода или не осталась? Кто его знает? А ты не переживаешь. Осталась или не осталась? Почему? Потому что он встал вот на пластиковую, на эту накладку. И уже вода не будет попадать на ламинат. Очень грамотно. Элис переоделась. Ну, селфи кому-то. Маме отправляешь? Приехали в Красную площадь. Не знаю, чем займемся. У Алисы, наверное, как всегда, на уме шоппинг, да, доченька? Или кинотеатр? Давай сначала в кинотеатр. Кинотеатр, давайте сходим. Давайте сходим, вообще по сюда, работает или нет. Знаете, я, может быть, вообще сутки на кинотеатр. Кинотеатр закрыт. На-на-на. Алиса зашла в магазин комиксов. Все. На входе в ТРК охранник стоит всем. Говорит, маски, маски. Маски одевайте. Получается, что мы приехали сюда пошопиться. Ну, как мы. Алиса пошопится, а мы с ней походим. Ходим по магазинам, опять выбираем Алисию обувь. Опять ничего не можем подобрать. Все на взъем неудобно. Удобно? Так, чуть-чуть узкий. Пусть все, где-то. И кешет. А, вот в этом. Точно встань. Нормально. Вот, ноги потянут. Все, походите. Вот так. Нормально? Выбираем еще очередные. Эти Алисе уже не нравятся. Неудобные, да, дайте? Вот эти я возьму. Ну, всеми мне их, пожалуйста. Все, Алиса хочет купить себе шорты, кроссовки, примет животное. Я вам показала уже. Представляете себе, уже 34 размер ноги. Ужас какой-то. Ребенок у нас растет. Не по дням, а по часам. Алис, покажись хоть. Сейчас. Ой, короткие штанишки какие. Вот такие есть. Нравится ей. Ой, нравится. О, огонь. О, с джинсами-то с этими вообще класс. Юль, смотри, как в тему все стало. Это два размера больше. Еще больше. Да, есть еще больше. Купили Алисе штанежки, обувь. И теперь она еще хочет где-то здесь купить себе футболку. Я не угадал я. Алиса пошла вон игрушку себе выбрать вместо футболки. Не знаю, что она там выберет. Что, не выбрала себе игрушку? Пойдешь футболку все-таки искать? Зашли в детский мир. Смотрите, что Юля увидела. Набор. Для детей набор. С собой носить. А что, классно? Маска и перчатка. Будь ярче. И разные цвета. Да, да. Желтый, красный, салатовый, фиолетовый. Каких только нет. Супер. Надо Алисе показать. Да, она сразу купит. Ну вот и все. Все покупки на сегодня наши. Всем пока-пока, ребята. Удачи.